Дорогие друзья, предлагаем вам окунуться в светлое песенное прошлое и послушать историю создания песни «Стою на полустаночке», которая уходит в глубокие традиции русской народной музыки, символизируя тоску по родным местам и простым радостям, свойственным становлению русской души. Прошло уже более полувека с тех пор, как впервые прозвучала эта песня. Незамысловатые слова, да и мелодия сразу же пришлись по душе миллионам людей. Обидно, что о создателях песни, как правило, люди знают очень мало. Поэтому немного расскажем о тех, кто создал это музыкальное произведение. Слова песни написал поэт, прозаик, сценарист, драматург, бард Михаил Леонидович Анчаров. Он был необычайно одаренным человеком, написал десятки книг, сотни песен, а музыку написал композитор Илья Евгеньевич Катаев, сын известного писателя Евгения Петрова. Первой исполнительницей песни «Стою на полустаночке» была яркая и многогранная артистка Нина Афанасьевна Сазонова, которая завоевала популярность и признание не только за актёрское мастерство, но и за удивительный голос. Исполнение её песни в многосерийном телефильме «День за днём» стало настоящим откровением, побуждающим ностальгические чувства и радость одновременно. Мелодии и текст песни проникают в глубину души, создавая особую атмосферу. В каждом звуке Нина Сазонова вкладывает частичку себя, что находит отклик в сердцах слушателей. Так появился шлягер «Стою на полустаночке». Второе дыхание песни обрела с исполнением Валентины Толкуновой из воспоминаний Валентины Васильевны. Я была тогда ещё молодой певицей и думала, с какой же мне песней выступать на телевизионном конкурсе. Илья Катаев предложил мне спеть «Стою на полустаночке». И получилось так, что, исполнив эту песню, я заняла первое место и по песне, и по исполнению, и по зрительским симпатиям. Песня получила новое дыхание и стала моей. Я её пою до сих пор, пою вместе с залом, потому что песня уже знакома, все её знают. Действительно, песня приобретала свою популярность. В 1997 году певица Алена Апина спела эту песню в новогоднем проекте телеканала ОРТ «Старые песни о главном 3». Песня вошла в репертуар Валерия Сёмина и группы «Белый день», а также группы «Сладкая ягода». И почему бы нам её ещё раз не послушать? Предлагаем вашему вниманию песню «Стою на полустаночке» в исполнении солистки ансамбля «Кружева» Галины Шахмурадовой. Стою на полустаночке в цветах, там полушалочки, а мимо пролетают поезда. А рельсы там откроются, у горизонта откроются, где ж вы мои весенние годы. Где ж вы мои весенние годы? Жила круто, привычная девчоночка, фабричная, росла, как предородная трава. На слову не ответная, на доброту приятная, перед людьми и совестью права. Перед людьми и совестью права. Песня «Сладкая ягода» Песня «Сладкая ягода» Что было, не забудется Что будет, то избудется Да и веса уж минула давно Да как же это вышло так Что за жуками вышито Судьбы моей про солье полотно Судьбы моей про солье полотно В беде идет обычная девчоночка, пабличная, Среди баберов, скромно, не по годам. А парень, как лазерка, пёдок, гниг, как лазерка, И я слышно, какого не дал, а слышно, какого не дал. И стою на полустаночке, в скитастом полушалочке, А мимо пролетают поезда, а рельсы так разводятся, У горизонта сходятся, где ж вы, мои весенние года, Где ж вы, мои весенние года. Песни, как верные друзья, всегда идут рядом с человеком. Хорошая песня обладает удивительным свойством. Идут года, а она не стареет и сохраняет способность Трогать струны нашего сердца, вызывать душевный трепет. Приглашаем вас, дорогие друзья, в библиотеку номер 10 Имени Фёдора Абрамова, округа Воравина-Фактория, На литературно-музыкальные встречи, которые проходят ежемесячно. Следите за афишами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok